Екатерина Белкова и Максим Шабалин решили выступать под индейскую музыку. Поэтому танец им ставил настоящий индейский шаман. Марат, а тебя не смутило, что шаман приехал на машине, как у Авербуха? В мире тысячи людей с машиной, как у Авербуха. А то, что у него прическа, бородка, как у Авербуха? В мире сотни людей с прической и бородкой, как у Авербуха. А голос у него, как у Авербуха, не смучает это тебя, нет? В мире... Вот. Пожалуй, это и правда была Авербуха. Давайте же узнаем, как Илья Авербух готовил к выступлению Екатерину Белкову и Максима Шабалина. На льду я еще прекраснее и грациознее. Особенно, когда я хожу в чехлах вокруг льда, это просто глаз не оторвать. О, стой! Макс. Макс. Все меняется в тот момент, когда она снимает чехлы, все-таки выходит на лед, меняется в лице. Я стараюсь напомнить все время, вот помнишь, в чехлах ты там делал, вот нужно то же самое здесь сделать. Все ради мужчины. Наша белая сторона, я же теневая. Так вот, чтобы он, он только ему все. Дай коньки, мне коньки надо целовать после каждого прогона. А-а-а, коньки. М-м-м-м-м, а-а-а. Музыка потрясающая. Музыка потрясающая. Эпохальная. Очень мощная. Эпохать. Эпохать по льду. Мы индейцы, поэтому вы увидите все. Томагавки, прерии, лошади, буйволы. На самом деле, очень хочется, ну, по крайней мере, вот в тройке лидеров оказаться. Потому что я, например, в отличие от Максима, очень давно не выходила вот на этот вот кубик. А есть кубик в проекте? Есть. Я хочу вот постоять на этой ступеньке. Все равно на какой. Конечно, в нашем проекте почетно постоять на пьедестале. Российская пара Екатерина Вилкова, Максим Шабалин. Танец индейцев Северной Америки. Музыка 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 КОНЕЦ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Посмотрели танец в исполнении ребят. Как будто посмотрели экранизацию одного из романов Фенемора Купера. Замечательная какая партнерша артистичная. И, в общем, как она уверенно себя чувствует на коньках. Конечно, ребята перегрузили свой танец предметами, оружием. Сначала кинжал, потом практически весь танец копье. И без этого было понятно, какой именно танец они исполняют. АПЛОДИСМЕНТЫ Молодец. Спасибо, Максим. Спасибо. Молодец. 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 Все сделала. Садиться. Теперь ты уже все сделала, все, что могла. Очень хорошо. И выкрутилась еще вначале, немножко закрутились. И пошла смело в скобочках. Молодец. Екатерина Вилкова, Максим Шабалин, Российская Федерация. Это оценки за технику. 6-0. 6-0. 5-9. 5-9. 5-8. Средний балл 5,92 балла. Оценки за артистизм. 5-8. 6-0. 6-0. 5-9. 5-9. Средний балл 5,92 балла. Общий балл 11,84 балла. Просто лучше не придумаешь. Саша, самая низкая оценка за технику у тебя. Ты начинаешь разбираться в технике фигурного катания. Я начинаю разбираться в людях на этом проекте. Он для меня спокойный номер такой. Он мне показался, я надеюсь, я никого не обижу, но он мне показался спокойным. Он был таким ровный, такой крепкий, уверенный, но безэмоциональный. Но ливня в конце не вызвал, да? Не было гойка Митича, который прыгает в водопад. Не было погони. Я понимаю, это разное. Это про любовь, а не про войнушку. Но все равно, чего-то мне не знаю, чего не хватило. Скорости не хватило, безумства какого-то. Понятно, спасибо, Саша. На самом деле, мне кажется, что зря не оценили то, что ребята работали с предметом. Это не просто работа с предметом. И мне кажется, в этом была особенность этого номера. И никто еще не работал с предметом, и он ни разу не мешал им. Поэтому, может быть, если бы я был постановщик, я, конечно, бы эту молнию поставил бы немножко раньше, перед тем, как началась любовная история, но это уже, ребята, ни при чем. Я вас понял, Лайма. Браво. Не кажется ли тебе, что партнер периодически забывает о том, что ты еще не олимпийская чемпионка, и стремительность вашего передвижения на льду бывает какая-то? Просто я видела, что вы когда начали кружиться, ты чуть не упала, нет? Нет, я была уверена в своих ногах, а еще больше я была уверена в Максиме. Какие выразительные глаза. Нет, ничего не скажу плохого про партнера. Скажи, пожалуйста, имеете ли вы право спорить с постановщиком ваших танцев? Если вам что-то не нравится, какое-то движение неудобное, или не хочется использовать этот предмет, который, между прочим, так понравился Лайме Вайкуле, имеете ли вы право отказаться от этого? Ну, конечно, это творческие процессы, мы все вместе участвуем в постановке танца. Поэтому, если у нас возникают какие-то противоречия, мы их обсуждаем и находим решение. Хорошо, спасибо вам большое. Удачи!